Итоги года рынок тепла начинает работать с альткотельной Новый год 2019 Итоги года рынок тепла начинает работать с альткотельной 9 часов 27 минут знак авторского права Отопление Знак авторского права Система отопления Архивное фото Москва 24 декабря РИА Новости Уходящий 2018 год отметился для сферы теплоснабжения вступлением в силу долгожданного закона о новой модели рынка по методу альтернативной котельной. Чтобы закон смог заработать в полной мере, в этом году было принято большое количество подзаконных актов. Теперь российские регионы при желании могут рассчитывать тарифы на тепло по-новому. Первым на Альткотельную перейдет город Рубцовск-Алтайского края. Суть Альткотельной альтернативная котельная – это новый метод расчета тарифов на тепло. Поэтому принципу цена на теплоэнергию для потребителей определяется не по методу затраты плюс, ежегодно формируется региональными регуляторами на основе расходов, заявленных компанией, а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Речи о строительстве реальной котельной не идет. Это лишь расчет цены на тепловую энергию по принципу, дешевле построить собственный источник тепла или подключиться к уже существующему. Размер цены на тепловую энергию рассчитывается для конкретного города, вернее зоны теплоснабжения, исходя из стоимости строительства потенциального альтернативного источника теплоснабжения. 21 декабря, 18 часов 41 минуты квадропредметно рассмотрят переход на альткотельную в своих городах при переходе на метод альткотельный предельный уровень цены на тепловую энергию устанавливает орган тарифного регулирования региона. Если предельный тариф существенно выше текущих цен, чтобы избежать резкого скачка цен есть два варианта. Либо тариф будет повышаться постепенно в течение 50 лет, либо к предельному уровню будет применен понижающий коэффициент, который зафиксирует цену на теплоэнергию ниже предельного. Итоговые цены для потребителей определяются по соглашению сторон не выше предельного. Теплоэнергию нельзя продавать дороже предельного уровня, но дешевле можно. При введении альткотельной в городе работает единая теплоснабжающая организация. Она является основным поставщиком тепла, который обязан обеспечить тепловой энергией всех потребителей в зоне своей работы и несет полную ответственность за надежность и качество теплоснабжения. Этот статус утверждают органы власти. Переход на альткотельную позволяет модернизировать и улучшить систему теплоснабжения города. Это механизм привлечения инвестиций в отрасли, город в итоге получает обновленную систему теплоснабжения, которая останется на годы, независимо от того, что будет с поставщиком тепла завтра. 11 декабря, 20 часов 0,1 минута СГК. Рост тарифов альткотельной не должен превышать инфляцию на 2,3 п, п. Эталоны альткотельной не помеха другим методам изменения ценообразования в отрасли являются эталоны. Эталонный принцип заключается в определении среднего уровня операционных расходов внутри однородной группы организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности. Так у всех организаций, работающих в одном регионе, тариф будет одинаковый. Метод альтернативной котельной – это один из вариантов эталона. Поэтому с одной стороны, этот принцип не противоречит эталонному подходу. С другой стороны, эталонный расчет может быть и безальткотельный, это некий расчет по среднему показателю. 18 декабря, 16 часов 25 минут Минэнерго направила в Кабмин проект о переходе Ленева на альткотельную. Переход города на новую модель рынка тепла подразумевает намного больше, чем только расчет цены по эталону. В этом случае усиливается ответственность поставщика тепла перед потребителями. Переход на принцип альтернативной котельной, как пояснял замглавы ФАС Виталий Королев, принимается при наличии конкретного инвестора и под решение конкретных проблемных задач в теплоснабжении. При альткотельной цена на тепло может быть ниже установленного предельного уровня, в случае с эталонными тарифами она уже не меняется от установленного среднего уровня. Первопроходец большинство российских тепловых компаний заявляли об интересе к новой модели рынка, однако регионы пока не спешат переходить на альткотельную. Сибирская генерирующая компания СГК стала первой, кто вводит новую модель, реализуя ее в городе Рубцовск. В июле администрация Рубцовска и СГК направили в Минэнерго РФ пакет документов для отнесения города к ценовой зоне теплоснабжения, а в сентябре вышло распоряжение правительства о его переводе на новую модель рынка тепла. Тарифы для Рубцовска по-новому начнут рассчитывать уже с 2019 года. Готовность Рубцовска перейти на метод альтернативной котельной позволила нам реализовать там проект по модернизации теплоснабжения стоимостью 2 миллиарда рублей. Мы провели работы в очень короткие сроки, и это помогло избавить город от серьезных проблем с отоплением и горячим водоснабжением, которые тянулись из года в год. Мы повысили эффективность системы теплоснабжения, переведя город с двух теплоисточников на один. В современных условиях это может быть актуальным решением и для других городов. И именно альткотельная дает гарантии, что вложенные в мероприятие средства окупятся. По Рубцовску мы рассчитываем, что на это понадобится 12 лет, пояснили РИА новости в СГК. 23 октября, 10-49 теплоснабжения Минэнерго. Норма о субсидиях на оплату ЖКУ сохраняется при альткотельной. Также СГК предложила свои инвестиционные проекты по модернизации теплоснабжения, которые можно реализовать при переходе на альткотельную руководителям разных городов своего присутствия, в частности Абакана, Барнаула, Красноярска, Новосибирска. Обсуждается и возможность перехода на альтернативную котельную Кемерово и Новокузнецка, но только после отмены в Кузбассе механизма компенсации выпадающих доходов. Перейдет ли кто-то из этих городов на новую модель, напрямую зависит от готовности властей. Суммарная стоимость предлагаемых программ модернизации теплоснабжения, которые СГК сможет реализовать при переходе на новую модель рынка, оценивается в 40-60 миллиардов рублей. Итоговая цифра будет зависеть от того, какие города будут готовы внедрить альткотельную и какую инвестиционную программу согласуют власти. В то же время вторым на альткотельную может перейти поселок Ленево в Новосибирской области. Администрация поселка и единая теплоснабжающая организация «Сибирское теплоэнергетическая компания СИПТЭК» направили соответствующее обращение в Минэнерго. Минэнерго, Минстро и ФАС России согласовали переход Ленево на новую модель. Теперь ожидается одобрение правительства. Модернизация в помощь подспорьям для рынка теплоснабжения может стать масштабная программа модернизации тепловых электростанций, которую должны запустить в следующем году. По оценкам Минэнерго, в 2021-2035 годах на энергорынке высвобождаются порядка 3,5 триллиона рублей благодаря завершению программы строительства электростанций по договорам предоставления мощности. Гарантируют окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. Часть этих средств планируется направить на модернизацию старых тепловых электростанций. 18 октября, 19-42 теплоснабжение СГК, переход на альткотельную наиболее актуален для малых городов России. Минэнерго в уходящем году подготовила программу модернизации ТЭС, которая оценивается в 1,5 триллиона рублей и может затронуть до 39 ГВДТ мощностей. Проекты, попавшие в нее по итогам конкурса, получат гарантированную окупаемость за счет повышенных платежей потребителей за мощность. Срок окупаемости 15 лет. Первые отборы проектов модернизации планируется провести сразу на три года, 2022-2024. Доходность по ним может составить 14% годовых с корректировкой на доходности, говорил в конце октября вице-премьер РФ Дмитрий Казак. ТЭС занимают значительную долю в структуре выработки электроэнергии на территории РФ, порядка 68%. Для участия в модернизации планируется отбирать востребованные, но изношенные тепловые электростанции. Стоимость модернизации такой электростанции должна составлять не выше 40% от стоимости строительства новой ТЭС, так, если энергетики модернизируют старые ТЭС, регионы решатся перейти на альткотельную, и инвесторы обновят теплосетевую инфраструктуру можно будет наблюдать перерождение отрасли. По крайней мере, наступающий 2019 год сулит радужные перспективы.